МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С отчетом о новостях спорта вас приветствуют журналисты спортивной редакции Алекса. Здравствуйте. Завершились состязания борцов греко-римского стиля в рамках молодежного чемпионата страны. На Ложчинском ковре вне конкуренции был воспитанник из Запорожской школы высшего спортивного мастерства Самир Волошанин. Он стал чемпионом в весовой категории 96 кг. В категории до 60 5-й результат показал Роман Потюркиевский. С пятым местом с Кубкой Европы подзюдо вернулась еще одна учащаяся в ШВСМ Мария Скоро. В минувшие выходные представители школы высшего спортивного мастерства блеснули на чемпионате страны под тэквондо. Легкоатлетический манеж УСБ Центр Металлург принимал участников третьего официального чемпионата Украины под тэквондо ВТФ в разделе Пумсе. В Запорожье съехалось около 200 представителей из 16 регионов нашей страны. Впервые в Украине была использована электронная судейская система подсчета баллов, разработанная специально для этого чемпионата немецкими коллегами. По итогам финальных поединков в общекомандном зачете запорожцы заняли третье место, уступив командам Севастополя и Киева. Лучшей спортсменкой чемпионата признана Валерия Бабак в школу высшего спортивного мастерства, завоевавшая 4 золотые медали. Из-за запорожцев также призерами чемпионата стали Юлия Миюц, Оксана Иванченко, Ксения Лемеш, Виталий Григорьев, Иван Иванец, все воспитанники ДСШ «Мастер Сич», Юлия Волкова, Ольга Баранец, Артем Шепель из ШВСМ, Анастасия Солоева и София Якименко, спортивный клуб «Огненный дракон» и Денис Черняховский, ДСШ «Колос». В Запорожье школьники-силачи собрались в районном дворце культуры на Верхней Хортице, чтобы побороться за право обладания переходящим кубком Любови Черепахи «Запорожский вектор» в состязаниях по гиревому спорту. Напомню, что после проведения первого турнира почетный трофей находился в крепких руках атлетов Мало-Екатерининской школы. При поддержке народного депутата Александра Дудки нынешний турнир вырос уже до статуса открытого областного. На базе Гидроэнергоколледжа прошел очередной вид областной спартакиады по гиревому спорту среди студентов первого-второго уровня аккредитации. В десятом по счету в виде спартакиады участвовало девять учебных заведений из Запорожья, Мелитополя и Орехова. По правилам соревнований студенты за определенное время должны были максимальное количество раз поднять пудовую гирю в двух упражнениях толчки и рывки. Лучший результат по завершению состязаний показали представители Мелитопольского колледжа. Второе место у спортсменов из Авиаколледжа бронзовые медали достались студентам из Орехова. На базе ДСШ футбольного клуба «Металлург» завершились игры девятого международного турнира по футболу памяти Александра Полика. Напомним, что в этом году в мемориале принимали участие 16 команд юношей 2001 года рождения. Поведителем соревнований стал донецкий «Шахтер». В финале международного турнира горняки в упорной борьбе нанесли поражение казанскому «Рубину». Единственный гол в матче был забит с пенальти. Рубин, соответственно, завоевал серебряные медали. Бронзовый победитель был определён в серии после матчевых пенальти. Футболисты СД и Шор Москвы были точнее, переиграв со счётом 8-7 Нижегородскую «Волгу». Запорожский «Металлург» в финальную четвёрку не попал. Боролся лишь за 11 место. В этом поединке хозяева поля с минимальным счётом 1-0 выиграли у своих сверстников из города Орел. 22-й тур, чемпионаты Украины по футболу и очередная неудача запорожских футболистов. На этот раз «Металлург» проверял свои силы в Донецке, где встречался с одноклубниками. Матч не вышел, по крайней мере, для гостей. Подопечные Сергея Зайцева как ни старались, но размочить счёт не смогли. В итоге сухое поражение «Металлурга» со счётом 2-0. Всего доброго и до свидания. Партнёр нашей спортивной редакции – страховая компания «Аранта Сич». Мы работаем для вас. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин